Каждый день мы старались выпивать минимум 3 литра воды, а также пили аспирин для того, чтобы разжижать кровь, потому что люди там болеют от горной болезни, от высоты, альтитюд. Если резко набирать высоту, люди на машинах, которые заезжали туда, мы с ними останавливались в отелях, то есть вечером увозили на скорой, потому что они заболевали горной, высокогорной болезнью. Ребята из Душанбек, которые нас встречали, они нам дали карту, нарисовали маршрут, и мы однажды ошиблись маршрутом и сделали лишних 100 км по горным перевалам, и это была уже ночь. Была ночь, не было видно ничего, узкая дорога, и мы светили фонариком в пропасть, там внизу была река, то есть луч фонарика даже не доставал до речки, настолько глубокая была пропасть, настолько высокие перевалы. То, что очень сильно запомнилось, то, что это горы, во-первых, во-вторых, то, что очень узкая, опасная дорога, любой вид покрытия на ней, то есть сейчас это песок, через полчаса, например, это острые камни, потом круглые камни, потом небольшие речки, броды, в общем, сложностей было очень много. Я сам дважды упал, и у меня мотоцикл один раз, колесо прям в обрыве повисло, то есть мне пришлось спрыгивать с мотоцикла, чтобы самому не улететь.